Ребята, давайте посмотрим Бьян против Рагнарока. Вот такой вот у нас матчап. Вот такой вот у нас матчап. И сегодня будем следить, давайте, за Терраном. За Дергом мы уже следили в прошлый раз. За Протасом следили. Давайте посмотрим за Терраном, как играют лучшие. Ведь, чтобы становиться лучше, надо учиться у лучших. Поэтому мы смотрим на игры лучших. Игры, которые я специально для вас нашел на корейском ладере. Посмотреть, как играют сильнейшие игроки. Сразу же, не нужные, не интересные вещи мы проматываем. То есть, это короткий формат, в котором каждый пытается найти что-то новенькое. Посмотреть фишечки профессионала. Против Зерга Бьян играет в Газда Барака. Это, в принципе, классика. Все нормально, все стандартно. Поедет ли он в разведку? Вот сейчас должен ехать, но не едет. То есть, его устраивает все, что делает Зерга. Он, в принципе, готов отбиваться от 12-го пула. И я могу лишь сделать ставочку, сделать предположение. Что сейчас будет очень быстро и в Фэктори. Сейчас будет Марик. И сразу же в Фэктори после Барака. Не делается, посмотрите, не делается. Нет, делается командный центр точно. Командный центр. Сразу же реактор. Сразу же пошел. У нас командный центр еще один. Орбитальная станция, точнее реактор. Не спешит Бьян какие-то еще делать изменения. Идет ставить в Фэктори. И должен ставиться сейчас сапплай. Все, играет без разведки. Вот. Играет без разведки. Посмотрим. Два Марика идут. Все остается на Мэне. Конечно же, если сейчас в Берлинге начнут забегать, это будет опасно. Идет искать Эверлордов. Обратно распличивает Мариков. Так вот играет Бьяныч. Следующий Газ. И... После четырех Мариков идет замена Фэкторин. Такая вот тема. Два Гелиона пошли. Два Гелиона. Пошел Газ, собственно. Будут ли строиться Марики. Сейчас посмотрим. То есть, в принципе, похоже на билд, который я делал. Гайд, кстати, ранний Хелбот Пуш. Посмотрим, будет ли делать его Бьян или нет. То есть, очень похожий билд. Еще пошли два Гелика. Первые два Гелика едут смотреть окрестности, чтобы не отлетать от Беллингбастов и прочей всякой ерунды. Идет. Сейчас Медивак должен пойти. Да. Пошел Медивак. Идет. Уже стеночка начинает делаться. Будет ли еще два Медивака. Пока что рабочие не остановились. Ой, два Медивака. Гелиона. И встречает. Встречает Гелиона. Вот так вот. Посмотрите, вот так вот лучше делать. Ненадолго. Вот самую малость. Он просто берет, выезжает с базы и встречает этих Зерлингов. И благодаря этому он может, собственно, вот так вот взять и нанести этот залп. Он не встречает их здесь, не получает урон. Вот. Все. Медивак вылетает. Медивак берет Мариков или нет? Нет. Да. Берет Мариков. Все. Это не тот билд, который я показывал с именно Хелбот Пушем. Вот. Это просто под Пуш, получается, будет марики. Шесть мариков в Медиваке. Гелионы пока защищают. Защищают базу. То есть, Бьян охотится на Оверлорда. И параллельно с этим делает же Геликов дома. То есть, он ждет забегания. То, что он понимает, что Рагнарог видит, что вылетел. Вылетел в Медивак. И существует такой прецедент, что будет опасно. Вот выходит первый Зерлинг. Проверочный. То есть, Зерлинг лишь проверял, что там Гелики дома, не дома. Проверил, что дома. И идет залетание. Марики здесь ничего не сделают. Скорее всего, Бьян их сейчас просто заберет и увезет. Ну, это логично. А тем временем Гелики полетели. Гелики полетели попытаться нанести урон. То есть, сначала Бьян удостоверился, что Зерлинг уже здесь. И только потом он Геликами выезжает с базы. Закончив, кстати, стеночку. В 450 стеночка заканчивается. Ставится новая база и делается уже Банши с Инвизом. Вот. Барак тем временем сделал техлампу. Начинает делаться стимпак. Пристраиваются новые бараки. Заметьте, как пристраиваются бараки. Один барак на реактор. Один барак просто. И здесь будет строиться реактор. Да? На техлабе. Вот так вот классно расписан. Просто идеально делается билд у Бьяна. То есть, он слепую просто делает идеально свой билд. Да? И понимаете, что сейчас достроится реактор. В тот момент, когда достроится этот барак, они сразу поменяются. И получается, что он сможет делать много мариков. Здесь все грейды сделаются. То есть, отличный, отличный билд. Просто отличное открытие. Летят гелионы. И сейчас будет такой напряг с двух сторон. Здесь он показывает. Сначала показывает. Сначала показывает мариков. Фокусит Квину. А тем временем гелионы залетают сюда. Но он их тоже контролит. Не отдает их на бейлингах. Квину не получилось дофокусить. Приходится залетать опять на главную. Здесь гелионы против королев сражаются. И пойдут домой. То есть, самое главное правило Бьяна. Не отдавать юнитов. Отдает здесь марика, конечно же. Невозможно же полностью не отдавать. Но посмотрите, потеря. Один марик. Один марик на пятой минуте. Вот. Продолжает. Продолжает гелионами контролировать крип. Не хочет давать возможность распространять крип. Рагнарогу. И пошли инженерки. То есть, пошли инженерки. Делаются апгрейды. Продолжаются. Собственно, пристройки какие-то. Как я говорил, доделывается барак. Все перелетает. Здесь у нас теперь будут танки. Здесь у нас будет Старпор с реактором. И плюс два барака. Вот такая вот установка. Пять бараков. Два с реактором. Получается один с тех лабой. У нас танки. У нас Старпор с реактором. Плюс два барака. Третья база пока не становится. То есть, не ищем ее защищать. Она стоит сверху. Устроит рабочих. Что, в принципе, логично. Идет следующий Харас. То есть, Рагнарог от всего пока что отбился. Много уровней Хараса было. Уже три-четыре попытки до шестой минуты. И теперь летят две инвизные баньши. От этого тоже у Рагнарога есть ответ. Есть Спорка. Есть Королевы. Смог. Все-таки Бьян. Великолепный микроконтроль. Убить четыре рабочих. Четыре. Просто фантастика на самом деле. И идет еще одно забегание. То есть, следующий уровень. Да, здесь две баньши. И здесь продолжают вот эти марики с самого начала что-то наносить. Здесь продолжают гелионы контролировать крип. Баньши залетают. Начинают убивать. Пятый дрон падает. И тем временем делаются апгрейды. Дома делается много мариков. То есть, все строится. И перелетела третья база. То есть, только когда Бьян идет нападать. Когда идет наносить урон. Тогда он занимает базу. Когда зерк хоть как-то отвлечен. Потому что просто так он понимает, что он не может себе позволить занять эту базу. Хорошо. Хорошо. Здесь танки. Здесь марики. Все окей идет. Еще одна стеночка. Продолжает наноситься урон. То есть, вот эти марики. Они с самого начала игры. И все. Все потеряно. Гелионы контролируют центр карты. Чтобы зерлинги не бежали в контратаку. То есть, Пьян постоянно контролирует. Будет контратака или нет. Ведет четвертую базу. Но, я вам скажу. Собирается пуш. И, скорее всего, по таймингу 1-1. Идет следующая агрессия. То есть, бесконечная агрессия. Гелионы. Гелионы ловятся здесь зерлингами, бэрингами. И взрываются. Ну, логично. То есть, все-таки, самые быстрые в игре приходят убивают гелионов. И Пьян отступает. Он вынужден отступить. Что он не может сражаться с этим в поле на данный момент. Смотрим его дальнейшие действия. Это новая Factory. Еще одна Factory. Ему надо больше танков. Значит. То есть, идут апгрейды плюс 2. И под плюс 1. Он не спеша выходит. Находит зерлингов. Сразу стимпатчится. Пытается убить как можно больше зерлингов. Он понимает, что это угроза. 2 медивака, 2 танка. Идет пуш на 8-й минуте. И отличный выход в пуш. Если здесь чем защищаться, да. То есть, все тайминги Пьяна. Смотрите. Он приходит в атаку в тот момент, когда дома уже новый танк. Уже новая партия медиваки. Есть новая партия мариков. Очень получается безопасный, классный билд. Очень ровный. Один танк выставляет чуть подальше. Один танк поближе, чтобы атаковать эту базу. И пытается выкинуть с четвертой базы Рагнарока. Рагнарок делает сплит. Бейлинги летят. Смотрим. Смотрим. Пошел сплит. Танки делают залпы целенаправленно по бейлингам. Целенаправленно этим танкам он идет по бейлингам. У него танки в отдельной контрольной группе. Обратите внимание. У него отдельная контрольная группа есть на танки. И отдельная контрольная группа на 5 мариков. Понимаете, что это все сделано для того, чтобы можно было фокусить бейнов, да. То есть у него отдельная группа. Он может отдельно за стимпачить с 5 мариков и 5 мариками начать фокусить бейнов. Отдельно нажать всей группой отступить и отдельно танками начать фокусить бейлингов. Это очень круто. Именно для этого нужны контрольные группы. Именно в этой ситуации он так их распределил. Это круто. И тем временем пошли забегания. Здесь мутер залетает, начинает все убивать. Чуть-чуть ее прогоняет. Идет замес двух сторон. Главный вопрос. Главный вопрос. Мута, конечно же, убивает всю минеральную линию. Он ее прогонит мариками. Сможет ли здесь пережить он бейлингов? Сможет ли он здесь пережить? Непонятно. Идет залетание здесь? Нет. Остановочка. Остановочка. И Рагнарог сдается. Рагнарог сдается. Он понимает, что даже пытаться не будет. Посмотрите. Он сразу взял и сдался. Он понял, что против Бьяна он бессилен. Что Бьян слишком жесткий. Это был великолепный контроль. Надеюсь, Терренам понравился этот контент. Если вы хотите больше игр профессионалов, обязательно оставьте коммент, лайк под этим видео. С вами был Тед. Пока.